так смотрите друзья значит рассказываю ужину по питанию первый день питания и смотрите значит конкретно комментировать и рассказывать за каждое блюдо отдельно во время того когда мы себе набирали еду я не буду я вам покажу все это в видеоролике в данном как это все выглядит и что там есть значит первое это два вида мяса есть что-то вроде бы говядины я еще не пробовал и индейка значит из гарниров картошечка и рис еще что-то там было типа синеньких то есть баклажанов еще что-то было салатов вполне достаточно то есть помидоры огурцы есть различные интерпретации этих салатов значит и есть брокколи капуста ну опять зелень все это есть и вполне достаточно для лично для меня этот головой достаточно короче дальше по сладким блюдам по сладким блюдам сладкие блюда опять для трех звезд это отличный выбор то есть масса различных пирожен и различных тортиков парочку видов то есть но опять даже с детьми сюда без вопросов можно ехать и что еще из фруктов из фруктов друзья у нас сегодня только дыня и виноград не знаю может быть завтра будет что-то другое может быть не будет что-то другого но опять опять не очень вполне нравится это подача плане виноградика давайте попробуем что у нас кишмыш или с косточками да он без косточек кишмыш кстати я сказал одну ну я вообще ничего не говорил я сказал виноград нам положили вот такую брось на двоих то есть ну как на двоих может быть на одного может на двоих она не видела мою супругу она немножко дальше было ну вообще без про вопросов еды с головой достаточно то есть просто отличный вариант эти три звезды по питанию с того что я увидел первый день значит что важно во время когда вы идете за едой обязательно нужна маска то есть я так предполагаю что если вы будете без маски то еды вам не насыпать второй момент это то что вы не касаетесь еды значит часть блюд находится за лентой и и вам насыпает специальный сотрудник отеля часть еды находится вообще за стеклом который тоже насыпает сотрудник отеля ребят это был первый день меня все устраивает полет нормальный очень голодные мы потому что мы вылетели из харькова в 10 часов 20 минут мы при и прилетели в мармарис значит мы грубо говорят перекусили фитнес-батончиками потому что они не фитнес-батончиками во время перелета мы скушали по лосану 7 days и когда прилетели перекусили батончиками потому что мы пропустили обед уже ужин так что будем ужинать друзья мы получили ну что я вам хочу сказать на ужин за отзыв бой ужину и по питанию в отеле халиджи еще раз напоминаю это был первый наш день и первый ужин мне очень все понравилось вот понравилось питание в плане качества еды то есть еда или реально была вкусная во первых три вида мяса то есть курица индейка и наверное что-то в виде говядины я так думаю что это говядина может это какой-то ягненок но мясо было очень нежное мясо было светлое и реально вкусном соусе вообще ну просто пальчики оближешь гарниры рис вкусный картошечка вкусная салат мой ребят не салаты я не думаю что где-то можно испортить добывают не свежие салаты тут салаты были цвета то есть помидорчики огурчики и с виду и по вкусу реально были свежие что еще хочу сказать фрукты наверное единственный вот момент дыня дыня она сочная такая сочная сочная спелая но она такая не очень сладко это единственный момент виноградик очень вкусный сладости реально тоже все вкусные чтобы еще вам сказать очередь ребят очередь только было во время открытия ресторана и буквально ну минут десять наверно все сейчас свободно ну как бы прошло открытие то есть отель я не знаю насколько загружен я постараюсь пообщаться с персоналом возможно кто-то расскажет насколько загрузка отеля но вот свободно и просторно то есть много свободных столиков нету такого как бы грандиозного кипиша в ресторане как на все включено я думаю те кто из профи и знает о чем я говорю как бывает таких вот ресторанах на шведском столе ну реально как бы играет спокойная музыка то есть нету суеты детей детей немного хотя с детьми в этом отеле реально можно отдыхать поверьте моему опыту ребят все-таки как бы у нас двое детей и принципе ни одна поездка и в пятерке у нас поездки были конечно же мы в курсе что где и как какое питание какой сервис в других отелях и я с уверенностью могу сказать что лично я бы даже сюда поехал с ребенком с пятилетним это сто процентов как насчет катюшки но от нашей катюшки дочки три годика в принципе даже мы начиная с трех лет можно свободно ехать до раньше можно и раньше со скольки не нужна инфраструктуру в отеле мы разберемся насчет питания для ребенка в общем моя супруга эксперт в этой области и смело заявляю что двух лет можно свободно ехать с ребенком то есть ребенок ваш не будет голодный в принципе ну из того что я покушал я тоже могу это заявить ребят ну пока что только позитив не считая то что я уже двое суток не спал вот двое суток потому что готовился к этой поездке собирал чемоданы собирал информацию готовил темы вот реально я спал последние двое суток два часа в сутки я спал и реально как бы учитывая такое вот состояние вот у меня бы реально выперли эти негативы то есть меня как бы я могу это сгладить в диалоге но если бы был бы где-то негатив он бы был бы виден в этом видео и и все это было бы по-другому а пока что только позитив посмотрим что у нас будет других последующих днях по питанию постараюсь вам показывать объективную информацию ну а вы если что пишите в комментариях под этим видео ваши вопросы если это связано с питанием задавайте я вам отвечу либо если у вас другие вопросы по отдых и путешествия тоже пишите в комментариях буду стараться отвечать не гарантирую что моментально быстро и сразу вот если это будет обширная тема то конечно мы сделаем для вас запишем видео и покажем то что вы хотите увидеть либо то что вас интересует ну либо делитесь вашими отзывами комментариях под этим видео подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео всем позитива до новых встреч погнали дальше исследовать мармарисы